Начну с нормативки, чтобы понимать откуда у нас взялась подпись, откуда у нас взялась аутентификация. В частности, это положение 683П. В нем есть некоторые моменты, которые связаны с защитой передаваемых сообщений. В частности, указывается, что электронные сообщения должны быть защищены и обеспечена их целостность, неизменность и обеспечено авторство. И электронная подпись в этом случае должна применяться в соответствии с 63-м законом. Относительно идентификации и аутентификации в пункте 5.2 упоминается, что кредитная организация должна обеспечивать идентификацию, аутентификацию, авторизацию клиентов при совершении банковских операций. Есть еще статья 5.2.1, где тоже должна обеспечиваться передаваемая информация и в частности подписание клиентам электронных сообщений. И получение от клиента подтверждения совершаемых операций. Так вот, если вы помните, у нас в 63-м законе три вида электронной подписи. Простая, усиленная и квалифицированная. Соответственно, из всех трех целостность, неизменность и авторство одновременно у нас может быть обеспечено минимум усиленной неквалифицированной электронной подписью, но и усиленной квалифицированной. Поэтому я бы предложил простую электронную подпись из рассмотрения в контексте 683-п вообще не упоминать. А еще есть ряд нормативных документов, которые разрабатываются встеком. Вот Алексей Геннадьевич принимает непосредственное участие в разработке этих документов. Я позволил себе взять табличку из проекта ГОСТа, касающегося доверия к аутентификации. Там вводятся уровни доверия к аутентификации. И по плюс-минус аналогии с электронной подписью вводится простая аутентификация. Соответственно, перечислены средства аутентификации. Если не видно, я прочитаю. Это запоминаемый секрет, то есть статический пароль. Это поисковый секрет, то есть коды, которые ранее сгенерированы. Внеполосный аутентификатор – это то, что мы ко всему привыкли. Все эти смс и пуш уведомления и однофакторные генераторы одноразовых паролей. Кстати говоря, со внеполосной аутентификацией этой верификации произошла совершенно, на мой взгляд, странная история. Она как бы изначально задумывалась как хорошая штука. То есть человек работает на компьютере, а ему по второму каналу приходит код подтверждения по телефону. Когда у нас мобильные банки слились, что называется в экстазе, мобильное приложение банковское и получение смс и пуш уведомлений, вот эта история, с моей точки зрения, потеряла всяческий смысл. То есть идея была поломана. Ну и соответственно уровни доверия устанавливаются как очень низкий и низкий. Дальше вводится усиленная аутентификация. Там уже все сложнее. Это запоминаемый пароль. То есть статический пароль плюс вот этот вот динамический, который может присылаться по смс. Многофакторный генератор одноразовых паролей, криптографическое средство программное и однофакторное криптографическое аппаратное средство. И устанавливается средний уровень доверия к такой аутентификации. И, наконец, строгая аутентификация, которую в каком-то смысле можно сопоставить с квалифицированной подписью. Там уже требуется многофакторная криптографическая аутентификация, либо программно-аппаратная, либо аппаратная. Либо уже на это они обеспечивают высокий уровень доверия к аутентификации. Либо это уже многофакторное криптографическое устройство, которое работает с неизвлекаемыми ключами, то есть вычисляет криптографию у себя на борту. И второй фактор задействует при этом. И вводится для нее очень высокий уровень доверия. Итак, у нас получается со стороны клиента организация у нас должна производить идентификацию клиента, аутентификацию и авторизацию. Немножко дальше я покажу, где это происходит. И относительно сообщений или документов обеспечиваться должна целостность, неизменность, установление авторства и должно производиться подтверждение операций. По классике у нас работает клиент за компьютером. И тут на самом деле все эти задачи более-менее решены. Много раз, множество всяких способов аутентификации и средств электронной подписи может быть задействовано. То есть практически это работающий на сегодня много где вариант. Дальше здесь показываю я, что подпись происходит в мобильном приложении. То есть сама операция подписи у нас выполняется мобильным устройством. Ключ хранится на мобильном устройстве. То есть он может и в условно чистом виде храниться, и с защитой со стороны сервера. Вот эти схемы на самом деле у Станислава Смышляева в его докладе в презентации на Роскрипто очень подробно разрисованы. Я тут просто чисто схематически, где у нас лежат ключи, и где мы аутентифицируемся. Просто чтобы все это не растягивать надолго. Очень рекомендую. У Станислава очень подробно все это разрисовано. И мы в данном случае получаем необходимость аутентификации пользователя не только на своем рабочем месте, но и на мобильном устройстве. А у нас там достаточно ограниченные возможности по аутентификации. То есть если возвращаться к классификации, взятой из ГОСТа, они максимум тянут на простую аутентификацию. Потому что это в основном запоминаемые пароли или какие-то графические схемы. Но так или иначе все это сводится к статике в большинстве случаев. И поэтому стоит задача усиления аутентификации на прикладном уже уровне. Для того, чтобы мы могли усиливать ее на уровне приложения. Опять же у нас возникает проблема хранения ключей и проблема реализации криптографических алгоритмов на недоверенных платформах. И есть у нас архитектура условно с дистанционной подписью. Когда подпись происходит на удаленном и часы, там же хранятся ключи пользователя. Там же происходит процесс подписи. Ну и также здесь может задействоваться мобильное приложение для аутентификации. Тут несколько проще, потому что у нас ключи не хранятся в мобильном приложении на недоверенной платформе. Но тем не менее задача аутентификации пользователя достаточно серьезна. И она связана с тем, что чем ниже уровень доверия к результатам аутентификации, тем меньше уровень доверия к электронной подписи, которая, собственно, в конце концов выполняется. Ну, по крайней мере, я так считаю, возможно, это вопрос дискуссионный. Может быть, кто-то имеет другие мнения. И задача подтверждения операций, то есть именно волеизъявления, то есть не только подписания сообщения платежного документа, но и, собственно, волеизъявления пользователя на отправку такого документа. Тоже должно достаточно хорошо быть защищено. Итак, какой все-таки уровень аутентификации достаточен для применения в кредитно-финансовой сфере? То есть работает ли здесь риск-ориентированная модель? Мне представляется, что простой аутентификации и простой электронной подписи явно недостаточно, если принимать во внимание ГОСТ, например. При этом усиленная и строгая аутентификация требует так или иначе криптографии, то есть либо на мобильном устройстве, либо на рабочем месте пользователя, либо еще плюс и на удаленном HSM на сервере подписи, назовем его так. Ну и мое мнение, что максимальную безопасность можно обеспечивать только при помощи строгой аутентификации и вычислении подписи на устройствах с неизвлекаемым ключом в любом виде. Спасибо. У меня два вопроса, Владимир. Спасибо вам большое за доклад, но у меня два вопроса. Вот вы утверждаете на двух слайдах, что задача усиления аутентификации на прикладном уровне. А на каких еще уровнях модели ОСИ производится аутентификация? Первый вопрос. Она может здесь происходить на уровне протокола, установления ТЛС-соединения, например. Но я здесь на самом деле не про модель ОСИ говорил больше, а про аутентификацию пользователя при входе в мобильную операционную систему. То есть там она достаточно слабая, поэтому усиливать надо на уровне приложения и уже дальше на уровне протоколов, например, это тоже можно делать. Понял, спасибо. И второй вопрос. Вот меня что удивляет. Скажите, пожалуйста, вот вы входите в число лицензиатов СТЭК по обсуждению стандартов. Наверное, вы в курсе, что вообще-то до принятия стандарта, до его опубликования, все материалы носят определенный гриф. И мы, когда собираем и рассылаем, мы предупреждаем об этом. Вот уже второй случай, когда до принятия стандарта какие-то материалы... То есть я вам, по идее, я вам должен сказать спасибо, что вы промотивируете то... На самом деле Алексей Геннадьевич, он в интернете уже есть. Ну вот это печально, потому что вообще-то до разработки стандарта все имеет достаточно серьезный гриф, это даже не ДСП. Я вам по секрету скажу. Во-первых, тут не весь далеко текст, а маленький небольшой фрагмент, это раз. А во-вторых, ну погуглите. Не, ну компания Актив, она еще для своих это все опубликовала. А вот есть компания другая, УКБ Саппор, которая вообще на страницах журнала все это обсуждает. Но это уже вообще никуда. Спасибо большое за доклад. Рад вас всех приветствовать. Очень приятно видеть ваши знакомые и позитивно настроенные лица. Но хотелось бы обсудить с вами тематику, которая уже достаточно давно для всех является такой насущной, актуальной, злободневной. Это 63 ФЗ в новой редакции. Он там жил-жил-нетужил. С 2011 года, по-моему, первую редакцию приняли. Ну действительно, там время подсказало, что пора вносить изменения в это 63 ФЗ. И действительно, изменения очень правильные. Абсолютно классные изменения, потому что действительно абсолютно неправильно, когда приходил помощник генерального директора, брал вязанку токенов, выпускал все без личной явки первого лица, все выпускалось на генерального директора, дальше распространялось по компании главбуху, юристу и так далее. Еще где-то там что-то копировалось и жило в каких-то там псевдооблаках. В общем, заставляло напрягаться как сотрудников службы безопасности, так и возникало на рынке все больше и больше каких-то проблемных кейсов. И было принято абсолютно правильное решение, чтобы разделить поток электронных подписей, чтобы был один центр ответственности. Если ты сотрудник организации, ты физик, у тебя одна подпись, не надо перевыпускать кучу подписей на всех при смене работы и так далее. У тебя есть подпись физика, ты с МЧД ей работаешь. Также и с подписью первого лица. Есть одна золотая подпись первого лица, она хранится как зеница ока, и ей выполняются все необходимые подписания единолично, если нужно подписание по доверенности, то есть физик, СМЧД, сотрудник организации. Это действительно классные изменения, которые позволят обезопасить рынок. И вместе с тем вот эти изменения вызвали больше всего вопросов, потому что возникла все-таки аккумуляция в центрах ФНС, то есть получается у нас коммерция получает ФНС, государственные учреждения в казначействе, финансовые организации в ЦБ. И получилось так, что многие, кто за 10 лет отстроил свои бизнес-процессы, операторы отчетности и электронные площадки, они получились отрезаны от своих клиентов. То есть получается так, что невозможно стало отследить цифровой путь клиента. Если раньше можно было любому клиенту получить услугу в режиме одного окна, то теперь, соответственно, либо нужно было становиться доверенным лицом ФНС России или Управлением Федерального казначейства, или же отправлять в ФНС клиента за электронной подписью. Много было споров, много было копий сломано. В итоге родилось постановление правительства 24.09. И вот небольшие краткие результаты статистики. Получается, с 1 января у нас уже рынок УЦ сильно уменьшился. Действительно стало больше порядка. 41 УЦ остался вместо 500+. 10% участников рынка стали соответствовать строгим требованиям. Банки и УЦ тоже были в этом процессе, но их стало втрое меньше. И по статистике, соответственно, от общего количества ФНС выдает с начала года. То есть 22% сертификатов от общего числа рынка. И при этом 1-я десятка коммерческих УЦ выдает больше половины сертификатов, которые есть на рынке. И УЦ, которые за первую десятку, выдает всего лишь 10%, то есть 300 тысяч сертификатов. То есть 90% сертификатов на рынке приходится именно на первую десятку. Причем из них там ливийную долю занимают действительно ФНС и казначейство, и 10 коммерческих УЦ. Собственно говоря, в принципе, выглядит картинка неплохо. Вроде больше порядка смотрится. Действительно, там идут сотрудники, единоличный исполнительный орган идет ФНС, получает подпись, вроде все хорошо. Но вот сам клиентский путь по отзывам клиентов, он достаточно длинный. То есть нужно, поскольку, опять же, по отзывам участников рынка и по отзывам, собственно говоря, тех, кто получает электронные подписи, этот процесс пока еще новый, сложный и достаточно непонятный. Потому что если там первое лицо обычно не вникало, что это почему, был всегда помощник, который по доверке куда-то ездил, что-то получал. Вот сейчас нужно понять, как получить, какой порядок, в какую ФНС пойти или к какому доверенному лицу обратиться. Понять, что такое электронная подпись, что это за пазл, из чего состоит, из лицензии, из токена, из похода, из личной идентификации, из подписания документов. То есть достаточно понять вопрос с оплатой, потому что несмотря на то, что в 63 законе предусмотрена безвозмездная выдача сертификата, но тем не менее на данный момент токен нужно купить. Понять, какой токен, православный, неправославный, сертифицированный, можно с лишь слешкой прийти. То есть таких вопросов было бесконечное множество. Благо сейчас, надо сказать, один из вопросов решился, и это очень здорово, в рамках мер поддержки предпринимательства планируется уже включать лицензию на СКЗИ, криптопро и другие в состав сертификата, вот с ФНС, к этому идем. Это действительно очень крутая мера поддержки предпринимательства со стороны государства, это уже здорово. Но все равно не решает вопрос с тем, какой токен взять, можно ли использовать тот токен, который у меня есть. То есть вопросы всегда были, как платить, я как физик должен платить, как юрлицу. То есть действительно такой сложный кастмер джерный получался. Запишись в точку выдачи, где-то там точка выдачи была в пике недоступна, две недели надо было подождать, приехать, лично идентифицироваться, потом понять, что что-то не так, опять куда-то уйти. Потом понять, что токен не подходит, быстро там у местных посредников, у дельцов купить этот токен, там ходят, как вот Иван Васильевич имеет профессию, там смотрите, у меня полный набор токенов есть. Там с такими кейсами тоже встречались. И наконец, когда подпись получена, выяснить, что у меня на маке Type-C, а тут USB тип А, вот классический, не подходит опять на эти переходничок. В общем, ну, долго, долго, реально долго. Для людей, которые вообще никак не разбиваются в криптографии, это очень сложно, это очень непонятно, это темный лес. И действительно, хотелось сделать как раз, два, три. Оставил заявку, дальше действовать будем мы. То есть действительно хочется получить очень простой клиентский путь. То есть сам процесс это хорошо, это абсолютно правильно, но хочется действительно в два-три шага это сделать, буквально по трем кликам. И, собственно говоря, те самые сложности, что первое лицо должно лично, генеральный директор, вроде как еще понимание какой-то действительности, я генеральный директор, у меня есть куча подчиненных, почему я сам лично должен ехать в какой-то Биберево. Я говорю условно, опять же, потому что, собственно говоря, в Москве, например, ФНС это одна только точка выдачи, там пропускная способность хорошая, рядом есть другие посредники, есть, что самое удивительное, возникают какие-то дополнительные конторы, которые продают подпись за 9 тысяч под ключ, это вообще нонсенс, какой-то это ноу-хау нашего российского рынка, продавать то, что можно взять бесплатно. Нет дистанционной идентификации, хотя, казалось бы, в законе прописана возможность идентификации по заграннику, по биометрии, по действующей подписи, но все равно там есть ограничение, что если ты доверен на лицо, первая явка, первый выпуск подписи только очень лично, все равно нужно прийти самостоятельно. Да, на второй год ты можешь сделать все дистанционно, но первый год будь добр самостоятельно, то есть есть определенные ограничения. Опять же, если ты клиент банка, и у тебя есть личный кабинет, в любом клиент банке, ты не можешь использовать идентификацию по 115 ФЗ. Казалось бы, я уже идентифицирован, я уже в экосистеме банка, я полноценно пользуюсь банковскими услугами, каждый день общаюсь с банком, подаю какие-то отчеты, почему я не могу на основании этой идентификации выпустить подпись. Тоже вопрос. И, собственно говоря, вопрос, как воспользоваться удобным сценарием работы, то, что раньше все привыкли в мобильном приложении, в мобильном телефоне, чтобы одним пальцем совершить все идентификации, подтвердить все документы, подписать с помощью мобильных приложений. Опять же, вопрос возникает при экспорте ключей. Вот пятый пункт, невозможность экспорта ключей или золотая подпись, она опять на рынке породила какие-то непонятные компании, которые продают за полторы тысячи возможность экспорта неэкспортируемой подписи. Опять же, какой-то ноу-хау. То есть, действительно, можете загуглить, там куча таких объявлений, доверенные лица доверенных лиц дают такую услугу. Ну и, собственно говоря, при всем при этом невозможно получить готовое коробочное решение абсолютно за бесплатно. Все равно где-то надо заплатить. Заплатить за токен, заплатить за лицензию, как раньше было, заплатить за какой-то консалтинг. То есть, все равно получается бесплатно и небесплатно. И как раз вот одно из таких решений, которое предлагалось, это позволить рынку и участникам рынка становиться доверенными лицами ФНС России, чтобы сохранить простой клиентский путь, чтобы позволить получать услуги и сервисы там, где клиенты привыкли. Неважно, будет электронная площадка, банк, оператор ЭДО, оператор отчетности, неважно где. Вот, собственно говоря, там клиент куда приходил, он был привязан к экосистеме, в этой экосистеме и мог продолжать получать электронную подпись по тому удобному клиентскому пути и сценарию, по которому он всегда ходил. Ну, тут надо сказать, что 24.09 наложил тоже небольшое количество ограничений. Опять же, не каждая организация могла стать доверенным лицом. Банки, как самые потенциально наиболее соответствующие критериям безопасности, потому что финансовые организации исторически всегда оказывали наиболее безопасные сервисы, у них с безопасностью всегда было все в порядке, отделение, покрытие большое было у банков всегда, своя идентификация, свои скоринги, проверки, то есть банки действительно как самые надежные. Дальше появились операторы связи, электронные торговые площадки, есть относительно там отдельные исключения в виде там ГПБ и Москвы и так далее. Плюс ко всему, помимо прочего, был нонсенс, когда нужно было быть аккредитованным на хранение ключей, это исключили дальше, нужно, помимо прочего, согласовать схему взаимодействия доверенного лица, это тоже большая сложность, и обеспечивать наличие совместимого оборудования и бесплатную консультационную поддержку. В общем, тонкостей нюансов было много. Собственно говоря, основное, с чем сталкиваются все доверенные лица, это реализация вот этой самой схемы информационного взаимодействия, где на конечной точке стоит ARM, канал связи ПКС-3, и где-то в ЦОДе есть оборудование КВ-2, есть там два сервера взаимодействия, которые по КВ-2 также взаимодействуют с инфраструктурой ФНС. И вот, соответственно, нужно, что было сделать? Пункт 8 171 приказа говорит о том, что доверенное лицо должно использовать средства классов не ниже КВ-2 или КА для создания ключей электронной подписи. Ну, задача, с одной стороны, сложная, с другой стороны, невозможная, с третьей стороны, креативно решаемая. В принципе, решения такие на рынке есть, и да, она там изначально, когда появлялись первые доверенные лица, она не бралась в расчет, потому что 171 приказ вступил в силу с 1 марта этого года, но с 1 марта сейчас все должны соблюдать это требование. То есть каждое доверенное лицо должно либо в каждом отделении, либо в ЦОДе установить HSM, с помощью которого можно создавать ключи электронной подписи и ключи правильной электронной подписи и делать их экспортируемыми на специальные типы носителей. То есть тут вопрос с типами носителей. Опять же, еще одно ограничение, это выездная идентификация. Для Тинькофф банка это очень чувствительная история, потому что с точки зрения нашей модели угроз, выездная идентификация, она все-таки более надежная, я дальше на слайде это покажу, нежели идентификация в обычной точке выдачи. И выездная идентификация действительно не соответствует порядку, пункт 25 порядку ЦФНС России. Очная личная идентификация, ну и непосредственно сама сложность реализации, как действительно правильно подойти к трактовке 171 приказа ФСБ и как действительно реализовать требования к генерации ключей с помощью оборудования класса КВ-2 и соблюсти пункт 13, 171 приказа по подписанию ознакомления. То есть здесь действительно такой долгий трудоемкий процесс, он в принципе возможный, нужный, правильный, но собственно говоря, он требует действительно большого осмысления, поскольку не всегда есть достаточное количество тех же самых специальных токенов, на которые можно осуществлять экспорт. Соответственно, что предлагается, это опять же задача наша какая. Все уже там давно декларировали на всех PKI форумах, на всех собраниях, что удостоящий центр это только сервис, это не про бизнес. Это сервис, который позволяет сделать жизнь клиента лучше и качественнее. И соответственно, вот если мы все дружно поможем клиенту сократить его клиентский путь с вот этих вот 10 шагов до 3, это будет здорово. А это как раз увеличить географию присутствия доверенных лиц и мест, где можно получить электронную подпись ФНС. Позволить идентификацию проводить по электронной подписи физлица, если физлицо является единоличным исполнительным органом. Разрешить выездную идентификацию, разрешить идентификацию по 115 ФЗ, чего сейчас нет. Установить единые понятные правила ИГИ, чтобы не было двоякого трактования определенных норм приказов. Главное соблюсти баланс между удобством и надежностью. Потому что сейчас, несмотря на все инициативы, сторы блокируют и так далее, все равно хочется пробовать вести деятельность так, чтобы клиенту было удобно, но при этом и не забывать о безопасности, что сейчас немаловажно. Вот одно из предложений было как раз озвучено в 2021 году на ПКИ-форуме, как раз существует DSS-хаб, владельцем которого полноценно может, например, ФНС. И неважно клиент, в какое доверенное лицо пришел, он получил электронную подпись и этой подписью, даже если она там хранится в мобильном устройстве, ей могут пользоваться все участники процесса, подключенных к DSS-хабу. И таким образом нам не нужно догонять клиента за перевыпуском подписи, еще куда-либо. То есть это действительно очень классный, очень удобный механизм, который позволяет сделать некий роуминг электронных подписей, которые живут в мобильном приложении. Это тоже то направление, куда хотелось бы идти и что хотелось бы увидеть в ближайшем будущем. Но при этом, опять же, сохранить сценарии для работы с токенами, потому что все равно мобильная подпись облачная, но никто никогда не заменит классические истории, сценарии работы с классическими токенами. Как раз тот самый слайд, который по нашему опыту работы, данные, приеденные на основе банковской идентификации банковских продуктов, показывает то, что выездная идентификация, дистанционная идентификация, она более надежна, чем идентификация в офисе. Потому что мы нам всегда доносили позицию, что если один человек сидит в одном месте, в одной точке, с ним всегда можно договориться, все знают, что он там, как некоторые коллеги сказали, мы знаем, где вы живете, вот всегда можно договориться, всегда можно его найти, всегда можно как бы с ним как-то вступить в сговор. То в случае, когда назначается абсолютно рандомный произвольный выездной представитель, ты не знаешь, кто приедет, кто именно это будет, да. То есть, а их большой достаточно штат. И эта модель, она наоборот, наиболее отказоустойчивая. Когда есть некий рандом, фактор X, с точки зрения лица, который производит идентификацию, когда все логи, все пишется, там от и до, да, где есть полная прослеживаемость цепочки, все там записи, разговоры, диалоги, фотофиксация, скоринг процесс в моменте. И это куда более надежно, потому что у нас даже в банке были случаи при выдаче продуктов банковских, когда мы уже, понимая, что это заведомое мошенничество уже могли приезжать на выезд с представителем правоохранительных органов. И, соответственно, после того, как слух пошел по рынку, количество фродов в разы уменьшилось. И вот, соответственно, выездная модель идентификации, она более надежная. Ну и опять же, там не хочется забывать о том, что хочется получить идентификацию в том числе и через другие каналы, идентификацию по УКЭПу, идентификацию через NFC и биометрию, которая прописана в 63-м ФСЗ. И хотелось бы добавить еще банковскую идентификацию. И тогда жизнь клиентов и наша с вами станет гораздо лучше. Спасибо. Спасибо большое. Давайте повторим докладчика. Я думаю, что у нас очень много у всех вопросов и докладчиков, и в целом, и замечаний, и вопросов. Давайте представим двух еще непредставленных участников нашей дискуссии. Кирилл Дутов, Промсвязьбанк, управляющий партнер. И Николай Шкалов, Банк ВТБ, руководитель службы удостоверяющего центра. Ну, коллеги, у нас заявлено четыре вопроса в дискуссии. На самом деле, часть из них уже были подняты в докладе Алексея Дегтярева, а часть еще в докладе Владимира Иванова. Ну вот, чтобы было более честной дискуссии, учитывая, что вопросов много, я думаю, у меня и у Алексея Сабанова, было бы, наверное, справедливо, чтобы комментарии свои по уже представленным докладам дали Николай Шкалов и Кирилл Дутов, если они у них есть. Кирилл, если есть вопросы, пожалуйста, потому что иначе мы возьмемся за дело. И до шести часов дальше будем. Да, Станислав, спасибо за слово. Коллеги, добрый вечер. Алексей, большое спасибо за доклад, очень интересно, насыщенно и действительно актуально. Могу сказать это со стороны банка. Почему? Потому что мы с тобой вместе проходим этот путь и наступаем на одни и те же грабли и спотыкаемся об одни и те же камни. Но у меня такой вопрос. А давай вот порассуждаем, насколько количество доверенных лиц или увеличение количества доверенных лиц нужно ли в НС? И какой предел этого числа? Я здесь абсолютно согласен, что доверенных лиц не должно быть много. То есть все-таки должно быть какое-то конечное количество, потому что 24.09 как раз и есть ограничение по количеству доверенных лиц. Но вместе с тем, здесь нужно отталкиваться от клиентской базы любого банка. Если мы посмотрим по статистике СМЭФ, у ряда банков одна-две подписи может выдаваться или у оператора связи, то зачем им играться в историю с ДУЦами. С другой стороны, когда по количеству клиентов у банка миллионы, клиентов, именно юрлицы и пешников на обслуживании находятся. И задача банка сохранить удобный клиентский путь и соответственно, чтобы клиент, чтобы не было нонсенса, когда я клиент одного банка, но при этом иду в другой банк. У клиента здесь нонсенс, в голове разрыв шаблона происходит. Одно дело сходить в ФНС, а другое дело может сходить в доверенное лицо, который является банком, который находится через дорогу где-нибудь. Во-первых, забота о клиенте, это самое первое и основное. Дать клиенту возможность получать услуги там, где он привык, так как он привык. Дать возможность взаимодействовать с банком по накатанным привычным для него сценариям. И вот соответственно, стоит идти играть в игру с ДУЦами, если база клиентская большая. Это факт. То есть таких банков, у которых там на обслуживание на РКО или просто в экосистеме более миллиона клиентов, юрлиц и ИП, их в принципе можно по пальцам двух рук пересчитать. Вот по сути это и есть та самая база, которая потенциально необходима банку и та самая необходима услуга банку для того, чтобы за клиентом сохранить привычный и удобный для него мир взаимодействия с банком. Вот это основное. Главное – забота о клиентах. Тут даже история не столько про деньги, поскольку там подпись сама бесплатна. Как она будет там выдана с точки зрения на платный токен или куда-либо еще, на токен существующих клиентов, это уже вторичный вопрос. Главное – клиентский путь, еще раз подчеркну, чтобы клиент продолжил получать свои услуги. Просто быстро удобно и не вникал, что там под капотом. Какие изменения законодательства? Он привык нажимать одну кнопку, делать одно движение. С соблюдением закона он должен продолжать это делать. И он не должен вникать, сколько было шагов по получению подписи 3, 5, 10, 15, какие изменения произошли, потому что нормативных актов порядка 50 за это время произошло. Ни один генеральный директор не осилит осознание того, что происходит в правом поле. Спасибо. Спасибо. Ну, я с тобой согласен, что клиента ориентированность в данном вопросе играет ключевую роль. Ну, а хорошо, если продолжить рассуждать, вот мы сейчас пройдем этот путь, как те три уже участника доверенные лица Федеральной налоговой службы. Он достаточно сложный, дорогостоящий, длительный, трудоемкий. А что дальше? Пройдет год. Мы с помощью данного сервиса выпустим квалифицированные сертификаты, охватим рынок. А что будет в следующем году? Не пойдет ли клиент дальше в Федеральную налоговую службу? Не воспользуется ли он возможностью перевыпуска, да, в кавычках, сертификата с помощью дистанционной идентификации личного кабинета ФНС? Что ты думаешь по этому вопросу? Ну, тут охватим рынок и завоюем не мы, а ФНС. Тут исключительно мы работаем во благо ФНС. Никак иначе не надо это трактовать. То есть, собственно говоря, да, пройдет год, но за этот год исчезнут одни юрлицы, появятся другие. Да, сколько у нас? 800 тысяч, по-моему, в год, там, оборот, да, или порядка миллиона юрлиц и ИП. То есть, появляются другие. Дальше клиент, опять же, он вправе понимать, он пойдет за перевыпуском электронной подписи в ФНС напрямую или же сохранит свой привычный для него клиентский путь через систему дистанционного банковского обслуживания. Это исключительно выбор клиента. И клиент будет действовать так, как ему удобней. Конечная задача это предоставить клиенту не столько подпись, а сколько сервис, с помощью которого он может реализовать свою потребность. То есть, клиенту нужно сдать отчетность, окей, он знает, куда прийти. Одним нажатием идентификации получить подпись, нажать на кнопку подписать с формированием отчетности, отчетность ушла, услуга реализована. Вот так же и с любыми другими продуктами. Клиент выбирает, должен выбирать тот путь, который ему будет наиболее удобен. А мы являемся тут посредниками и тем, через кого клиенту наиболее удобно работать. Ну здесь нельзя не передать слово Николаю Шкалову. Банк ВТБ, так как в отличие от Тинькова и Промсельбанка, Банк ВТБ уже является доверенным лицом Муцев НС. И, наверное, очень авторитетно здесь скажут свое мнение. Мнение я, наверное, не буду свое выражать в этом случае. Я вот прослушив доклад Алексея. В принципе, я со всеми позициями Тиньков Банка согласен в данном выступлении. И вопросы возникают не к Алексею, допустим, а вопросы возникают к регуляторам. С учетом того, что регуляторов нету, то я хотел бы задать вопрос, допустим, разработчикам Станиславу Смышляеву в части слайда Алексея, который касался облачной подписи и хабов DSS. Смотрите, какая получается ситуация. Хаб DSS подразумевает распределение документов на подписание к владельцу того DSS-сервера, в котором хранится конечный ключ пользователя. И тут возникает вопрос обеспечения конфиденциальности документа, который будет передаваться на подпись тому владельцу DSS. В нашем случае это банковская тайна. В случае других организаций это может быть коммерческая тайна. И передавать эту тайну другому банку или другой коммерческой организации очень бы не хотелось. То есть позволяет ли средства DSS обеспечивать недоступность той информации, которая передается на подписание владельцу этого DSS-сервиса? Спасибо за вопрос. С радостью прокомментирую. На самом деле слайд Алексея, связанный с хабом DSS, как раз вызывал желание прокомментировать. Но, наверное, я сначала расскажу про то, что такое хаб DSS, как он был назван. Я просто задаю еще вопрос сразу. Потому что мы посещали восьмое управление, которое на текущий момент декларировало, что оно заканчивает разработку требований к облачной подписи. И в том числе мы задавали вопрос про хабы. И они сказали, что они такую возможность у себя в требованиях предусматривают. Николай, да, это не секрет. На самом деле, буквально год назад еще на конференции Роскрипта был совместный доклад у меня с Аристархом Митробеденко, где было рассказано о том, что идеология хабов, она должна внедряться. И да, действительно, это один из путей, который обсуждался давно, а сейчас обсуждается и в этом центре тоже. Насчет хаба DSS, ну или более точно, это компонентом маршрутизации, как он правильно назван. Это тот компонент, который предполагается для использования исключительно для того, чтобы передавать информацию о том, куда тыкнуться за корневым ключом. Сам хаб при этом информацию о документе не получает, я на всякий случай здесь обозначу. То, что при этом при подписании документа в DSS при облачной подписи владелец DSS, администратор, имея доступ к каналу связи к нему и так далее, в принципе может, нарушив, собственно, свои же правила использования канала связи, нарушить конфиденциальность документа. Ну да, здесь, наверное, спорить глупо, потому что как бы не обеспечивать защиту самих средств, все равно, если условно будет сговор пяти администраторов, нарушить конфиденциальность канала связи, так или иначе, можно нарушив оргмеры. Не думаю, что вопрос связан с доверенными лицами, честно говоря, так как он связан в принципе с идеологией дистанционной подписи, является и неотъемлем, ну в принципе минусом, что ли, что подпись совершается на чужом сервере. Но здесь, наверное, единственный ответ, что это то самое, что должно быть обсуждено в рамках обсуждения проекта требований к дистанционной подписи и к организации его эксплуатирующей, действительно. Здесь про дистанционную подпись можно говорить, наверное, долго, больше, чем час. Я готов говорить об этом еще в часа три, наверное. Но думаю, что если бы вы рассказали свою позицию, учитывая, что вы об этом давно и задумывались, и думали, то было бы, наверное, полезнее, чем мой комментарий как разработчик и дальнейший. Так, ты с радостью. Ну вот, дискуссия у нас началась, и слава богу, все уже присутствующие здесь на сцене хоть по разу высказали. Я жду от зала записочки или поднятые руки. И у меня для начала нашей дискуссии есть несколько вопросов к докладчику, к нашему, к Алексею, значит, Дегтяреву. Вот вы сказали, что заботитесь о клиенте и готовы предоставить ему дистанционную идентификацию. Вы имеете в виду через ЕБС или как? Ровно то, что прописано в 63-м ФЗ и плюс хотелось бы еще действительно банковскую идентификацию использовать. Это тоже отдельный вопрос работы с Минцифрой, законодательной. Банковскую это как? 115-й ФЗ. Нет, я понимаю. Вот, коллеги, не надо только про 115-й ФЗ, потому что, докладываю вам, 115-й ФЗ написан по, значит, материалам ОБ по МВД. И у них там, собственно, все формулировки оттуда, МВДшные. А мы занимаемся с вами информационной безопасностью. Это две большие разницы, коллеги, как говорят в Одессе. Теперь уже в нашей, я надеюсь. Вот, поэтому, значит, что касается... Так вы что имели в виду под дистанционной идентификацией перед тем, как выдать, извиняюсь, значит, УКЭП в руки? Что вы имели в виду? 63-й ФЗ, идентификация по действующей электронной подписи, в том числе и подписи физического лица, если это одно и то же лицо, что и, например, единый личный исполнительный орган, идентификация с помощью заграника NFC, идентификация с помощью ЕБС. Ну вот это я услышал в докладе, вы сейчас это повторили. Значит, уважаемая публика, рассказываю вам, что вся, значит, весь уровень доверия, большая часть уровня доверия, который мы получаем от аутентификации, она приходится и исходит от первичной идентификации. Это классика жанра, я об этом 15 лет точно рассказываю на банковском уральском форуме, и 15 лет я встречаю просто стену, не понимая от некоторых наших уважаемых банков в этом плане. Но хотелось бы, чтобы до всех дошло, что если один раз человек приходит лично в офис банка, один раз за жизнь, допустим, если вы живете с усиленной квалифицированной подписью, которых всего два вида есть у нас, согласно 63 УФЗ, простая и усиленная, а вот уже усиленная делится на квалифицированную и не квалифицированную. Так вот, если один раз приходит человек, его можно спросить, потому что вот у меня такой комментарий еще, тоже у вас в докладе прозвучало, что, значит, можно, как это у вас, можно, короче, бывает фрод, подмена лица, как это у вас было звучало, подмена лица или подмена документа. Так вот, я вам скажу, это тоже две большие разницы. Если вы одели маску, которую сделали там, грубо, за тысячу долларов, можно сделать очень похожую маску, пришли с чужим паспортом и получили за него электронный, ну, естественно, из КЗИ и закрытый ключ, и сертификат ключа проверки электронной подписью, это всего лишь административное наказание. А вот если вы подделали паспорт, это уже уголовное наказание, есть статья от пяти до семи, как говорят, лет, за это карает. Это две большие разницы. И нужно нам защищать и банк, и клиента, и от одного, и от другого случая. Понимаете? Но это две большие разницы тоже. И то же самое с дистанционной идентификацией. Я, например, категорически против, если только уже человек приходил один раз, и вы уверены, что это он, у него в учетной записи, в банковской записи, и учетной, много хранится информации, то да, это можно делать. Если этого нет, то, извините, это очень небезопасно. Спасибо. Пожалуйста, Николай. По большому счету я бы вообще не называл это идентификацией. То есть все, что удаленно, это по сути аутентификация. Наоборот, Николай, наоборот. Нет. Это всего лишь идентификация удаленно. Уж поверьте мне. Нет, это аутентификация. Вот если вы говорите, вы идентифицируете клиента по его квалифицированной подписи. Это не идентификация, это аутентификация. И не более того. Пожалуйста, не спорьте, Николай, потому что у меня на эту тему, уж извините, значит, одних книжек написано шесть штук, не говоря уже про докторскую диссертацию, которая именно этому посвящена. И что такое идентификация и аутентификация, как они различаются, я вам расскажу сейчас просто на пальцах. Идентификация – это определение, является ли субъект тем человеком, за кого себя выдает. Той личностью, физическим лицом. А аутентификация – это совсем другое. Это подтверждение того, что человек является тем субъектом, доступом, зарегистрированным в информационной системе, имеющим учетную запись, за кого он себя выдает. Вот и все. Две большие разницы. В вашем случае именно так. Потому что квалифицированная подпись сама по себе не является человеком. И вы человека не видите. Вы идентифицируете квалифицированную электронную подпись. А по ней пытаетесь уже аутентифицировать того человека, который ей воспользовался. Так я об этом и говорю, а вы со мной спорите. Николай. Мы говорим об одном и том же. Мы не на русском языке говорим, да? Коллеги, давайте я прерву ваш спор. И еще обращу внимание на фразу, которую сказал Алексей. По поводу дистанционной идентификации с помощью… Мы сейчас говорим про выпуск сертификата юридического лица в схеме доверенного лица ФНС. Про дистанционную идентификацию с помощью действующего сертификата юридического лица. И, как я услышал от Алексея, физического лица. К сожалению, сейчас регулятор нам четко говорит, что перевыпустить новый сертификат, подписав заявление, ну или назовем это обращение, можно только с помощью действующего сертификата юридического лица. И никак с помощью действующего сертификата, физического лица, того, чьи данные будут прописаны в сертификат юридический. Вот, к сожалению, так идентифицировать будущего владельца сертификата или текущего нельзя. На Роскрипте же была позиция определенная, согласно которой сказали, опять же, без каких-либо документов, что да, это возможно. И, опять же, норма 63 ФСЗ, если мы говорим, допустим, идентификация по заграннику, загранник компенджит физику, не гендиректору, ЕБС тоже чья физика, то есть получается, в этой логике все-таки возможна идентификация по физику. — Кирилл, Алексей, ну здесь вопрос мнения регулятора, когда мы начинаем суждать, в общем-то, результаты частично рабочих совещаний, наверное, это не очень будет в корректную сторону дискуссию вводить, потому что иначе у каждого возникают свои представления о позиции регулятора. Я бы немножко чуть назад обмотал к теме, которую Алексей поднял, и которая, мне кажется, всем не может не быть интересна. Алексей критиковал в докладе текущие проблемы, связанные с клиентским путем, в частности, при работе с мобильного устройства. Вот Алексей, как владелец, наверное, одного из самых частых мобильных приложений на всех наших телефонах Тиньковского, что бы вы сказали про то, как клиентский путь пользователя правильно выглядел бы с мобильного приложения? Где хранить ключ, как им пользоваться, как визуализировать документы, как менять ключи и так далее? Потому что критиковать, что неудобно, ну, так-то чуть легче, да? А как, по вашему мнению, было бы сделать хорошо? Идеальный сценарий, конечно, когда все встроено в одно приложение, в одно банковское приложение. К сожалению, сейчас он там не совсем реализуем, потому что, опять же, есть размер библиотек, есть требования к сертификации, есть там сборка, ее тоже надо проводить, там определенные тематические... Слушайте, мы забыли про формальности, вот так вот, по понятиям, по существу. Соблюдаем, да? Соответственно, вот, опять же, там, понимание такое, что чем клиенту проще, тем лучше, да? То есть это получается, когда банк берет на себя ответственность, ну, или там, не знаю, удостоящий центр, доверенное лицо берет на себя ответственность по хранению ключей, то, соответственно, это не должно быть ответственностью клиента. Но при этом клиент должен там, опять же, доставить какие-то артефакты, то есть расписаться, что он доверяет банку хранения ключей и так далее. Ну, то есть банк хранит ключи, мы говорим про дистанционную облачную подпись, возникает полный рост проблемы, о которой Николай Шкалов чуть раньше сказал, но при этом мы, вот, вы считаете, что самое правильное – это ходить в эту сторону, то есть не давать пользователю хранить ничего на телефоне, не делать никакие распределенные схемы, а полностью ходить в облако. Ну, потому что, опять же, до одного момента считалось, что, наверное, мобильная подпись безопаснее, но сейчас там стор блокируют, и какой еще здесь может быть выход, то есть позиция меняется. Допустим, у нас сейчас не будет возможности скачать приложение на мобильный телефон, чтобы в этом приложении хранились ключи. Исчезает такая возможность, где хранить ключи, получается, остается только облако у нас из разумных сценариев. А как к нему достучить, если у вас заблокируют приложение? Ну, сейчас же есть, условно говоря, там вариации, когда стучишься не через приложение, а через ссылку на веб-версию адаптивного приложения. Вот здесь важный нюанс. Та облачная подпись, которая может быть сертифицирована, что по старым требованиям, что по новым, которые должны выйти когда-нибудь, оно все равно будет требовать, что на устройстве пользователя была строгая криптографическая идентификация, к криптографии, с ключами и так далее. Ключи симметричные, несимметричные, сколько они живут, это вопрос важный, но он скорее важен не для пользователя. А что важно для пользователя, что что-то у него должно быть. Не просто ссылка в браузере через зарубежный ТЗС. И поэтому все равно возникает либо мобильное приложение, либо установка полноценного провайдера на компьютер, либо браузер с криптографией. И тогда возникает вопрос, ради чего все это было. Поэтому к проблеме блокировки сторов, честно говоря, я не понимаю, какое отношение это имеет. А как, собственно говоря, тогда решить эту проблему, если стори сейчас будут, допустим, недоступны? То есть качать с андроида приложение, ну тоже такая история. Вот у нас круглый стол, мы это обсуждаем. Вот да, у меня это вопрос, на который мало у кого есть ответ. У нас есть там несколько, на рынке есть несколько клиентских путей. Один из них, это когда ключи хранятся в мобильном приложении, где нужно привязывать мобильный телефон по определенному, это молился в набору кодов, да? То есть, соответственно, это там, в общем-то, правильно прописанный сценарий привязки устройства, привязки его к учетной записи клиента. Да, он, наверное, более правильный. Но сейчас мы говорим, что вот что будет, когда это все заблокируется? Сейчас, ну, во-первых, если уже говорить про варианты, то мы все сейчас забыли про вариант хранения, в общем-то, ключа на токене, извиняюсь, который работает с телефоном. Тут Владимир Иванов не даст соврать, что решения, которые позволяют работать бесконтактно с телефоном, сейчас появляются прямозащищенным образом. Я тоже не дам соврать. Ну, конечно. Да, и очень обидно, когда вы называете это неразумным решением. Мы тоже ждем сертификации NFC-шных токенов. Тут как бы… Я не сказал, что это неразумное решение, а действительно нам… Нет, Алексей, у меня-то вот, извиняюсь, как у соведущего, вообще к вам по вашему докладу пять вопросов. И, значит, вот я вас слушаю на ваши ответы, которые вот и Станислава задает, и коллеги. И вообще про себя я думаю, а хорошо, что я не являюсь клиентом Тинькова банка, хотя у меня этих карточек нанесли без моего согласия мне. У меня там их несколько штук лежит в кабинете просто. Но я не являюсь, потому что у вас… У меня такое ощущение, что у вас нет ощущения безопасности. То есть вот то ли вы матчасть плохо изучаете, то ли вы надеетесь на то, что пронесет, то ли вы ваши, значит, вот по фроду занижаете на два порядка, по моим оценкам, на два порядка вы занижаете фрод, значит. Но вот вопросы-то они очень простые. Допустим, вы сожалеете, что нет возможности экспорта ключей. У вас пункт 4, правда, слайды были не пронумерованы. Это что вы имеете в виду? Это что вы имеете в виду под невозможностью экспорта ключей, с сожалению? Ну, во-первых, приходите в Тиньков банк, убедитесь, насколько у нас все безопасно. Будем рады вам оформить Тиньков Black Metal. И выпустить сертификат электронной подписью. Ну, вы знаете, я вот сколько раз уже на всех мероприятиях, и сейчас еще онлайн конференции идут, и я пытаюсь банкирам рассказать, мы по биометрии полностью идентифицируем, мы идентифицируем клиентов, значит, в удаленном доступе. Задаешь вопросы и понимаешь, что они идентифицируют не по биометрии, и аутентифицируют не по биометрии, а идентифицируют по номеру телефона, с которого, значит, идет. А дальше биометрию просто проверяют, потому что сравнивать 400 тысяч сейчас в ЕБС записи, проще сравнить с тремя, с пятью, чем с четырехсотами тысячами, правильно? Вот она происходит, как это, идентификация по биометрии. А ее еще называют аутентификацией, наши коллеги. Ну, вы знаете, это вообще бред, конечно. Бред. И когда, значит, ваши бизнеса банковские начинают бодро докладывать, а у нас вот используются биометрии удаленно, мы аутентифицируем клиентов, начинают задавать вопрос, просто говорят, ну ладно, извините, вы тут вопросы правильные задали, давайте мы перейдем к следующему вопросу. Правильно или нет? Николай, вы хотите что-то сказать? Пожалуйста. Я не говорил, что биометрия – это не идентификация. Я говорил только про УКЭП. Алексей, у вас тоже нет комментариев? Комментарии от Кирилла. И я за Алексеем могу прокомментировать и ответить на ваши вопросы. Просто Тинькофф Банк ведет такую рисковую политику, в которой принимает эти риски. Да, это рисковая политика банка. Это все понимают, да. Это все понимают, но слава богу, что есть у нас и такой банк. Я считаю, что это правильно, Алексей. Ну, банк для молодежи. Молодежь любит порисковать. Но я не знаю пенсионеров, которые вы там хранили. Ну, это мое личное взгляд. У меня мама хранит там сбережения. Кирилл, есть что сказать? Ну, вот я, к сожалению, сразу не задал этот вопрос. Но, может, не к сожалению. Но мне был очень интересен путь Тинькофф Банка в плане идентификации клиента с отправкой курьера, я бы так сказал. Поездного представителя, очень важно. Давайте не путать с Delivery Club. Да, подменять понятие я здесь не хочу, но вот у меня вопрос. А вот этот выездной курьер, сотрудник банка все-таки? Это сотрудник банка, который проводит, это я выяснял в свое время, Кирилл, это всех интересовало. Это квалифицированный сотрудник банка проводит, по сути дела, аутентификацию клиента на месте, выездную. Вот, ну, я так понимаю, это там на одну десятую. Или это полноценный сотрудник банка, который также принимает и в банковском отделении будущих клиентов. У нас есть одно официальное отделение. Я знаю, что одно есть. Ну и насколько безопасны те технические средства, с помощью которых производится идентификация, аутентификация клиента, и требуется ли аттестация этих средств, требуется ли помещение, в котором должно это аттестованное средство находиться. Но вот эти те вопросы, которые, наверное, перед вами возникают, рождаются, и которые вы сейчас решаете вместе с регулятором. Ну вот, если есть возможность прокомментировать. Ну, собственно говоря, вопросы действительно стоят относительно этому каналу связи. То есть он в любом случае получается сейчас, может быть, не выше КС-1, если мы говорим именно про работу с криптографией. То есть клиентский КС-1 на принимающей стороне получается тоже не больше КС-1. Хотя там есть требования КС-3, КС-3, чтобы было. Вот здесь, конечно, там большой вопрос. Тем не менее, если мы говорим про саму рисковую составляющую, у нас сотрудник на месте решения не принимает по тому оказателю, не оказать услугу, потому что все равно документы сканируются, отправляются в специальное подразделение банка, которая там разбивает их, декомпозирует, депарсит и уже там собирает из них пазл и говорит утвердительно, что да, прошел или не прошел проверку. Но с точки зрения вот именно того, что все думают, что клиент приедет некий какой-то курьер и выдаст подпись, ну, этого не может быть по определению. То есть это невозможно ни в силу законодательства, ни в силу того, что у нас процессы, мы не можем реализовать их физически, потому что нет средств специальных, которые позволяют это сделать. Да, обсуждались истории относительно армов сбора биометрии, то есть есть промышления промышленные, стационарные, мобильные армы сбора биометрии православные, но это пока только светлое будущее, когда там заработает биометрия, когда появится, все неизвестно. Спасибо. Алексей Кадакватчик сейчас отстреливается буквально от всех этих опросов. Кирилл, у вас нет нюансов, связанных с отсутствием больше, чем одного отделения банков. Расскажите, как вы сами видите, как правильно в светлом будущем выстроить работу юрлиц и физиков с электронной подписью, так, чтобы это было удобно и безопасно, и чтобы всем было хорошо. Вот забыв про формальности, про текущую нормативку, вот как сделать правильно и хорошо с учетом тех проблем, которые вы, видимо, вместе с Алексеем, в частности, согласны по текущим нюансам. Спасибо. Ну, у Алексея была красивая, яркая, желтая презентация. Он обозначил на ней те подводные камни, которые действительно сейчас есть. Но наши банки, конечно, отличаются. В первую очередь тем, что мы фундаментальный банк с большой региональной развитой сетью. И, конечно, мы планируем при получении статуса уже в этом году запустить, точнее, 230 наших филиалов ждут, когда мы получим возможность обслуживать клиентов именно в этих офисах, в этих представительствах банка. Вопрос, как я вижу, очень просто. Клиент будет иметь возможность прийти к нам с желанием приобрести сертификат электронной подписи юридического лица и после оказания ему услуги он счастливый будет выходить с этим сертификатом из офиса банка. С чем именно он будет выходить? С токена, с телефоном, с ключом в облаке? В идеальном сетном будущем, через 5 лет, через 10 лет. Смотрите. Что главное? Мне кажется, в нашей стране прогнозировать больше, чем на 1-2 года очень сложно. Могу пофантазировать, а могу наоборот приземлиться и сказать те требования, которые сейчас выдвигаются нам регуляторами и те требования, которые мы сейчас реализуем именно для того, чтобы стать доверенным лицом. Одно из них – это очная идентификация и передача квалифицированного сертификата юридического лица в отделении банка. Это самый простой, правильный, ну я считаю, в том числе и клиента-ориентированный путь. Также мы позволяем, реализуя требования 171 приказа, проводить дистанционную идентификацию клиента. Как сказал Алексей, да, все те же шаги и возможности. Это по ранее выданному и действующему квалифицированному сертификату юридического лица, подчеркну. Это с помощью, ну, наверное, это единственный путь на текущий момент реализуемый. И есть возможность еще ознакомливаться с полями сертификата с помощью PPC и EBS. Пока именно вот эта полумера, полу, ну я бы так сказал, да, мой термин – идентификация. Когда клиент пришел, получил токен, приобрел токен, ушел домой, сгенерировал запрос, отправил его дистанционно нам и в ответ получил сертификат электронной подписи. А ознакомление с ним он произвел с помощью PPC и EBS. Вот как я этот вижу путь и как он у нас в скором времени должен будет реализоваться. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Иванов, автор нашего первого доклада. Что вот на все эти комментарии скажет с учетом своего видения как разработчика токенов? Вы спрашиваете, как мы видим идеальный мир. Идеального мира как бы такового не существует, но я бы вот посмотрел в сторону скрещивания решений, которые предлагает компания Активс NFC метками и облачных решений, где перенести выдачу поручений на подписание электронной подписью в облаке именно в зону ответственности вот этого отторгаемого NFC токена. Это нам позволит избавиться от привязки к конечному приложению банковскому. Мы сможем мигрировать из одного приложения в другое приложение и давать поручения на облачную подпись в DSS. Спасибо, это хорошее направление. Спасибо. Ну, да, я с Николаем соглашусь, идеального мира не бывает, да, и не будет никогда, ну, потому что человек несовершенен. Вот. Тысячи цветов будут расцветать, но при этом нужно заботиться о том, чтобы все-таки вот эти тысячи цветов росли не каждый сам по себе, а в одном саду, да, и чтобы они взаимодействовали друг с другом, друг друга не, скажем так, не угнетали и были скорее совместимы друг с другом, да. Вот. То, что касается, вот Алексей, там был вопрос, а что Алексей имеет в виду на тему сожалений по поводу экспорта ключей, я, если позволите, свою интерпретацию, да, выдам, да, потому что есть у нас в народе привычка организовалась, да, ну, во-первых, раздать ключ подписи вообще всем, кому надо его раздать, ну, чтобы самому не подписывать, да, вот руководитель, не царское это дело подписывать финансовые документы, да, или какие-то другие важные документы, пускай этим специально обученные люди занимаются, вот, это раз. Во-вторых, ну, сертификат, он же, за него деньги плочены, да, ежели потерять носитель, это же придется опять большие деньги тратить, ну, в кавычках. Сертификат бесплатный, сертификат, прошу заметить, бесплатный. Да, но Алексей уже здесь прожаловался, что это за токер деньги берутся. Это у ФНС бесплатный, а у коммерсантов не совсем. Попробуйте, у банки тоже бесплатный. Позвольте, вот эта фраза, то, что это не я сожалею, это сожаление пользователя, то есть я привел статистику, которую я сожалею, да, то есть пользователь сожалеет, что нельзя, как раньше, как я сказал, в начале своего доклада, Я же с этим не спорю, я же с этим не спорю ни капельки. Я же как раз и говорю, что привычка есть в народе такая, да. Это правильно, что от нее надо избавляться, искоренять эту привычку, это правильно. Да, там за искоренение, слава богу, взялись методом электронного делегирования полномочий, да, Как это получается, получится, не получится, до сих пор не взлетело, к сожалению, надеюсь, что взлетит, да, хотя бы в виде МЧД, ну хотя бы на Зенька, да, хотя бы на Зенька, но по крайней мере должен реализоваться механизм передачи полномочий, ну скажем так, непротиворечивый, да. Не то, что мы там создаем виртуального генерального директора, там, голема, да, какого-то, который, значит, управляет главный бухгалтер, а нормальную передачу, собственно, полномочий в соответствии с законодательством. Идея, лучше от третьего, она абсолютно здравая, абсолютно правильная, и мы сейчас, вот как доверен лицам и с Кириллом, тоже вот примерно в одной степени согласования находимся, именно ровно той схемы, когда мы генерируем на КВ-2 ключи, и они остаются на неизвлекаемом носителе, и с ними ничего нельзя сделать, это ФКН будет, да, то есть это по сути… Ну, ФКН раз и бог. Осталось два вопроса, давайте, да, пройдем. Коллеги, я секундочку, вот тоже возьму ваше внимание на минутку. У нас осталось 10 минут рабочего времени, у зала появились какие-то вопросы, нет? Во-первых, вопрос у меня к вам, вам интересно вот все это слушать? Поднимите руки, кому интересно, большинство. Иван Андреевич, пожалуйста, вы выйдите сюда, скажите, что вы хотите сказать. Чтобы стало еще интересней. Да, коллеги, а вот можно от доверенных лиц вообще поделиться опытом работы в качестве доверенного лица, если есть такая просьба, да, возможность? Хотел бы задать вопрос, Кирилл, скажите, пожалуйста, а вот та услуга, которую вы как такой прообраз описали, это услуга именно для клиентов промсвязь банка или для не являющихся клиентами юрлиц и индивидуальных предпринимателей тоже? Спасибо за вопрос, Иван. Вопрос-то с подвохом. Конечно, поэтому отвечу кратко. В общем, это и для клиентов, и для не клиентов нашего банка. Так что милости прошу. Нет, ну на самом деле два банка, два подхода. Я прошу прощения, Алексей, я не хотел вас обидеть своими вопросами, и Кирилл тоже. Но, вы понимаете, просто так отреагировать. У нас два банка, которые там говорили, и Николай тоже о своем банке сказал. Поэтому, значит, каждый банк имеет право вести свою политику, правильно? Нормативку мы читаем все по-разному, и организовываем бизнес-цесс по-разному, поэтому все нормально. Ну тут, наверное, вопрос Ивана был больше, есть ли разница в подходах к идентификации клиента и не клиент банка. Вы это хотели спросить? Да, и вот я могу сказать позицию… Поясните, пожалуйста, что вы хотели спросить. На самом деле тут много вопросов возникает. Например, такой вопрос. Правильно я понимаю, что клиент, по сути дела, просто получает носитель. То есть токены, ходит с ним, и дальше уже в какой-то системе ДБО продолжает действие или нет? Неправильно. Давайте так. У нас сейчас в стране три доверенных лица. Да? Да. Два из них, ну по крайней мере, кого я вижу сейчас в зале, есть в этом зале. Вы один из них. Позиция… Ну, конечно, я отвечу на ваш вопрос, но мне интересна и ваша тоже позиция, и позиция ВТБ в этом вопросе. Мы, как я уже повторюсь, подходим, выстраиваем процесс выдачи сертификата разными путями. Но все в рамках 171 приказа. То, что нам дает регулятор. Один из подходов, когда клиент приходит с желанием получить сертификат и уходит с этим сертификатом, как спросил Станислав, да, на токене. Второй подход. Клиент приходит с желанием получить сертификат, но по каким-то причинам в этот момент он, например, забыл документ свой. Или, например, отказ в обслуживании там системы со стороны там СМЭВа, да, что мы знаем часто бывает. Сейчас все реже и реже, но бывает. В общем, он уходит с токеном, и дальше идентификацию он прошел при этом, но сертификат он не получил. И дальше с помощью дистанционных средств он может этот сертификат дополучить. Есть ли еще вопросы из зала, коллеги? Подход интересный. У нас осталось 3 минуты, поэтому вопросы, если такого есть, тоже давайте. Или комментарии, там замечания. Алексей Петров. У нас еще два вопроса осталось. Алексей Петров. А, Алексей Петров, да. Добрый день, Алексей Петров, восьмой центр. По поводу регуляторики всего. У нас, как вы знаете, немножко другой человек это дело регулирует, и это его епархия. Я здесь немножко хотел сказать вот о чем. Подходы, пути решения, действия. С точки зрения регулятора мы говорим только, что должно быть безопасно. Безопасно непосредственно для конечного пользователя, который эксплуатирует систему. Все пути, подходы и решения, пожалуйста, предлагайте. Со многими из вас мы работаем в решениях, в путях. Да, возможно, что-то неудобно. Пожалуйста, новые подходы, новые решения. Люди все умные. Можно найти какие-то еще пути решения. По поводу, еще раз, мы только за безопасность пользователя и соблюдение законов. Вот просто многие вещи, которые сегодня говорились, честно говоря, вот как-то не укладывается с точки зрения и функционала, и тех нормативных актов, которые есть. Поэтому давайте работать вместе на благо Отечества. Спасибо. Спасибо большое Алексею Петрову. Ну, собственно говоря, значит, у меня такие же опасения были, поэтому мы как-то вот так вот стараемся все-таки подправить и подсказать немножко, что нужно заботиться клиенту. Ну, вот я спрашивал на Уральском форуме регулярно, скажите, пожалуйста, а кто добровольно готов сдать биометрические данные свои в банк? Поднимите, пожалуйста, руки. Поднимите руки, кто сдали. Пожалуйста, поднимите руки, кто сдали. Так, один Шкалов. Николаю Шкалову, давайте поаплодируем еще раз. Спасибо. Я просто это к чему? Значит, вот безопасность мы должны обеспечивать все вместе. И даже, значит, какая бы ни была на сегодня нормативка, у нас нормативная правовая база тоже иногда меняется. Но мы с вами отвечаем за безопасность и государственных, и банковских, значит, информационных ресурсов. И мы отвечаем только за это. Нормативка будет меняться, но спросят с нас. Понимаете? Поэтому мне кажется, нужно подходить все-таки достаточно ответственно к любому предложению. Потому что мы говорим, что заботимся о клиенте. Мы делаем удобнее для себя в первую очередь. Извините меня, пожалуйста, Алексей. Если я заблуждаюсь, давайте с вами подискутируем. Я к Тинькову банку обратил. Я уж извините, пожалуйста, но все время к вам и к вам. Но меня-то волнует что? Ну, конечно, Тиньков, он такой один. И больше 15 миллионов клиентов. Уже 22. Реклама, двигатель прогресса. У нас закончилось время, поэтому, коллеги, давайте по финальному комментарии, если кого-то не есть. Поэтому вот Алексей, пожалуйста, финальный комментарий. Да, вам предоставляют слово, пожалуйста, Алексей. Короткий финальный комментарий. Коллеги, действительно, при всем желании предоставить какой-то удобство клиента, важно не забывать о безопасности. Действительно, вот это, возможно, там, та светлая картинка того светлого будущего, которым бы хотелось идти, да, где все дистанционно, просто супер, вау-фич, там, круто, да. Но давайте все-таки там не забывать о текущей действительности, где есть действительно нормативка, требования регуляторов, долгий процесс согласования, где нам говорят, где мы не правы, где нам говорят, что мы как-то не так трактуем нормы закона. Мы тоже там люди, нам, собственно, где-то ошибаться, но мы все равно в любом случае за то, чтобы по максимальному, максимально возможно выполнять требования регулятора и, соответственно, делать максимально удобно людям. А вот эти два процесса, они порой бывают несовместимы. Здесь приходится действительно выбирать, давать какой-то СКЗИ, который, ну, там, эксклюзивный, его на рынке мало, или же там нарушать. Естественно, сейчас в нынешних условиях нарушать это не вариант, да, поэтому вот мы выбираем второй путь, не нарушать, делать правильно, делать безопасно, ну, и удобно для клиента. Спасибо. Финальные комментарии есть у кого-то еще? Ну, тогда завершаем. Спасибо большое всем.